Всем привет и здравствуйте! Сегодня крайне необычный ролик, спонсором которого является Анастасия Ракитина. Надеюсь, произнес правильно. Или Ракитина. Если что, можете написать мне потом в личку, как правильно. Заказали альбом Чонгука. Обозреть. Я решил идти по пути наибольшего сопротивления. У нас не будет видеоклипов, потому что, во-первых, я их видел, во-вторых, они несут определенный художественный образ в себе, который может немножко туманить восприятие и так далее. Кстати, если вы уже душитесь, тайм-коды есть, так что можете перемотать по тайм-кодам. А я продолжу объяснять касаемо формата. Через какое-то время вы перестанете видеть меня на весь экран, появится рабочая станция Reaper, в которой будут всякие эквалайзеры, графики, анализаторы, фотография Чонгука, а точнее, обложка Golden. В общем, хоть что-то, чтобы происходило на экране, помимо прослушивания музыки. Послушаем мы 10 песен из 11. 11-ая это, по сути, просто версия безмата в песне 7. Она нам не нужна, зачем в два раза одно и то же слушать. Кроме того, я тут добавил дополнительно шкалу от 1 до 5, и это не значит, 1 это плохо, 5 это хорошо. Нет, это скорее, знаете, как теплый видеоролик, и, допустим, был бы в желтых тонах, холодный был бы в синих. И тут то же самое, просто градация, то есть плотный трек, неплотный, широкий, неширокий, разнообразие инструментов большое или аранжировка минималистичная, разнообразие вокала большое или, опять же, аранжировка вокала минималистичная, и какое настроение у песни. Ну, последнее в виде шкалы будет изобразить, наверное, трудно, но просто будет пункт, какое настроение. Опять же, на мой субъективный взгляд, кто я такой, как меня звать. Кстати, да, меня зовут Максим, и вы у меня на канале MPTube. И вот теперь, по сути, ролик начинается. Я переключаю вас на экран. Впервые обозреваю альбом. Как обычно, будет, опять же, много разговоров, потому что хочу подойти к этому максимально серьезно, настолько, что даже тексты песен у меня где-то открыты. Так что, что ж, новый формат экспериментальный, за спонсорские, как говорится, деньги. И мы начинаем. Тайм-коды на каждую песню, конечно же, прилагаются. Итак, первая песня в альбоме, это у нас 3D, вместе с артистом, известным как Джек Харлоу. И давайте, собственно, начнем прослушивание. Ах, да, забыл, забыл, чуть не забыл. Вот маленький мой друг, миди-контроллер. На нем разные звуки можно издавать. Здесь пока стоит бас, ну, потому что про бас мы больше всего говорим. Возможно, он мне тоже пригодится для того, чтобы, чтобы, чтобы. Короче, много говоришь, давай слушать Чонгука. А давайте. Ну, опять же, начало трека. Буквально идет отсчет. Раз, два, три. И интересно, что здесь очень-очень высокий бас. Вам, возможно, интересно. Вот у нас спектр-анализатор, он же эквалайзер. Ну, тут еще другой спектр-анализатор есть. К ним я тоже буду обращаться. И зачем? А потому что я хочу местами подергать частоты и выделить определенные области. Для примера, сейчас мы вернемся немного назад. Первый трек будет, наверное, самым долгим, но дальше вы просто будете понимать, что я делаю. Ну, допустим... Ну, то есть сейчас я просто показывал вам определенные области для того, чтобы вы слышали, что в них происходит. Со временем поймете, что я имею в виду. Это будет нетрудно. Я все объясню. Ну, опять же, мы можем просто потягать частоты для того, чтобы что-то понимать. Но это уже скорее, знаете, игра с музыкой, а мы тут не в игрушке играем. Давайте слушать дальше, я буду про впечатление. Кстати, хочу отметить отдельно слушать песни гораздо интереснее, потому что качество можно найти гораздо более высокое. И тут сразу хочу отметить очень-очень высокий бас и огромное количество воздуха. То есть вот вы должны это слышать про воздух. Давайте про воздух. Я чуть-чуть назад прям промотаю и покажу, где воздух. Собственно, вот он, воздух. По сути, полуобучающий ролик получается. Собственно, вот он, воздух. И, опять же, большинство инструментов сосредоточено у нас в центре. При этом есть перкуссионный биток, который добавляет ширины. Потому что, ну, согласитесь, если все было бы ровно в центре, это был бы монотрек. Кстати, по поводу моносовместимости. Тоже важный параметр. Сейчас у вас звук станет как будто вот посередине весь, но я это специально сделаю. Моносовместимость тоже важный параметр. Я, по сути, снимаю даже не обзор, а обучающий ролик, как слушать музыку и куда смотреть. Ну, да ладно. Как получится, так получится. В общем, моносовместимость нужна для чего? Если вы с ребятами решите послушать музыку во дворе, с телефона, то, скорее всего, у вас будет один динамик в телефоне. Ну, даже если он будет стерео, то один будет сверху, другой снизу, и, по сути, все равно будет моно. Поэтому очень важно, чтобы в моно все звучало хорошо. И давайте послушаем чуть-чуть трек в моно. Как вы слышите, качество звука почти не изменилось. Ну, опять же, хороший, качественный продакшн. Ладно, вернем все-таки ширину. Это чуть что, я просто использовал лимитер, вообще выключенный, просто он в моно-режиме. И, грубо говоря, делает композицию моно. Хотя, казалось бы, она называется 3D. Вот. Давайте слушать дальше. По сути, на этом треке, грубо говоря, мы обкатаем все технологии, которые будем использовать в этом большом ролике. Кстати, даже бэки не разведены экстремально широко. То есть, именно перкуссионные инструменты и что-то аналоговое, что дает вот этот воздух, возможно, опять же, ревер, кстати, какой-нибудь. Оно дает воздух и ширину. Ну, то есть, трек, опять же, как я люблю, очень много информации сфокусировано ближе к центру. И по краям, опять же, только то, что дает нам просто ощущение того, что это все трехмерное, как бы тавтологично это ни звучало. Если пробегаться по тексту, я не хочу включать того священника, про которого рассказывал на новостном канале. Если хотите, можете посмотреть, это выпуск, по-моему, 95-й или 94-й был в K-pop News. Но там он прямо целую историю рассказал, основываясь на этом треке, причем приплетая все это к богу. Я, конечно, таким заниматься здесь не буду, я просто посматриваю в текст периодически, потому что очень много информации поступает. Хотя, казалось бы, клипа нет, но, тем не менее, анализаторы и так далее. И сейчас у нас Джек Хадл, давайте с ним разберемся. Поехали. Продолжение следует... Ну и пробежимся по тексту немножко. Так, 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 это у нас постпев. Где Джек Хадл начинает? Так, 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 так. Ищем Джека. Ну, шампанское конфетти. Честно говоря, многие возмущались, что у Чунгук, во-первых, альбом на английском, во-вторых, что там много пошлости и так далее. Ну, в конце концов, мальчику уже за 25 можно и немножко взрослой темы поднимать. И опять же, не бывает пошлых слов, знаете, убивают не пули, а люди. И то же самое. Каждый услышит здесь ровно то, что он хотел. А я пока хочу отметить, что плотность трека у нас будет пока на троечку. Ширина на четверку, разнообразие инструментов на, думаю, тройку, а вокал на двойку. И еще раз, если вы слушаете с этого момента, это градация. Это не значит хорошо или плохо. Это значит просто количественная мера. Потому что если все будет выкручено на максимум, то будет просто плоскости на звук. Вот. По поводу настроения, думаю, это потом в конце, может быть, за кадром я уже добавлю. Потому что я люблю музыку. Музыка вызывает у меня всегда только восторг. Поэтому давайте слушать дальше. Кхм. Кхм. Кстати, даже хвост реверберации в конце был. В целом, я, кстати, исправил разнообразие вокалов на три. То есть ровно посередине. То есть тут достаточное количество бэков. Но основной мотив находится там в рамках одной октавы. И, опять же, по поводу голоса Чонгука давайте сразу. Петь он умеет, поет он хорошо. И это я не подлизываюсь к армии, в которой... Меня, кстати, я думаю, может быть, этот ролик специально проплачен людьми, которые хотят записать меня в ряды армии. Таким образом промыть мне мозги. Ну, я не могу без своих любимых шуток обойтись. В целом, по композиции. Она такая вся воздушная, открытая. В текст я сильно не вникал, потому что, опять же, я все-таки, знаете, больше про музыку. Хотя текст параллельно я посматриваю. Ну, ничего, может быть, ко второй песне уже попрет. Дальше. По плотности звучания. Учитывая то, что трек достаточно широкий и воздушный, плотность у него на троечку, а ширина на четверочку. Опять же, я уверен, что кто-то придерется. Это 100 из 100, это 200 из 200. Я последний раз, наверное, повторю, что шкала, градация просто. Количественная мера. Сколько этого присутствует в композиции. Все, последний раз повторил. Следующие песни, чтобы как-то поинтенсивнее шли. Разнообразие вокала. Естественно, троечка. То есть, все ровно посередине. То есть, не слишком много, не слишком мало. Все прям посередине. И буквально весь трек, почти вся информация находилась посередине. Ну и да, разнообразие инструментов. Там были определенные синтезаторы и так далее. И перкуссия, в принципе, делала всю ширину. И вот движение, грув и так далее. Но, в целом, пока что троечка. К тому же, чуть что, вы не слушайте то, что я говорю. А смотрите то, что будет написано на экране. Кстати, да, наверное, в этот момент я вернулся на крупный план. Чтобы как-то вы видели мои эмоции определенные. Настроение, композиция. Мне кажется, я зря эту графу ввел. Потому что у каждого будет свое настроение. Песня меланхоличная. Я давайте напишу меланхолия. Но, мне кажется, это очень условно. Это меланхолия. Потому что, в конце концов, песня про чувства, про любовь. И у каждого это может вызывать свое. Я просто напишу меланхолия. Но давайте эту графу будем просто брать в кавычках, в скобках. Там за скобками она не учитывается. То есть плотность, ширина, разнообразие инструментов и разнообразие вокала. Я думаю, это основные критерии. Настроение так факультативно. Ну и что я могу еще добавить про эту композицию? Ну, очень здорово все записано. И опять же, опять же, очень открытый звук. Но я могу долго-долго говорить про одну композицию. А у нас впереди их еще целых девять. Поэтому, следующая композиция у нас. Closer to you fit major laser. Кстати, тоже интересный персонаж. Если я не ошибаюсь, музыкальный продюсер. Я помню, у него был клип, называется Bubble Bat. Можете посмотреть, но если вам близки моралистские какие-то убеждения, что вы прям такие против всего плохого, за все хорошее, не любите пошлость, не смотрите клип Bubble Bat. Скорее всего, вам не понравится. Хотя песня достаточно заедающая. И теперь к следующему тайм-коду. Кхм. Сразу хочу отметить, бас звучит как... Давайте вот я приведу пример. У меня тут же бас есть. Подыщу похожий звук. Он мне напоминает на самом деле больше контрабас или что-то безладовое. Хм. Ну да, такой достаточно прикрытый звук. Ну, похоже на контрабас. Кстати, заметьте, здесь не пожалели ревера и дилея. То есть вот этот звук, когда как будто Чонгук вот так вот взлетает и отражается влево и вправо, вот этот звук большого пространства, это реверберация, сокращенно ревер. А то, что он отражается влево-право, это дилей, то есть повторение. Причем они здесь сделаны в духе пинг-понг дилея. То есть у нас прыгает влево-вправо. То есть бывает дилей просто, допустим, звук посередине, он будет так там, 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 затухать. Ну, все зависит от того, какой тип дилея используется, как он настроен. И бас, опять же, может быть, даже не контрабас используется, а все-таки что-то безладовое. Ну, либо очень-очень прикрытый звук, там, какой-нибудь фильтр накинули. И, кстати, да, бас очень-очень широкий. И, опять же, аранжировка, кстати, да, надо добавить в следующую графу. Аранжировка достаточно минималистичная. Пока что. Пока что. Я не буду делать поспешных выводов, просто добавлю в следующую графу со следующей композицией. Так. По сути, это даже можно было в формате стрима провести какого-нибудь. Но, да ладненько. Все, слушаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Хочу отметить, что, опять же, когда мы имеем дело с продюсерами электронной музыки, а мейджор лейзеры, если не ошибаюсь, как раз относятся к ним, то у них всегда очень-очень качественный инструментал. Потому что, ну, опять же, здесь написано, что, ну, мейджор лейзер, судя по всему, является продюсером. Потому что фит с артистом, который не поет, может быть, только в одном. Он делал эту композицию, именно музыку. Про вокал Чунгука. Опять же, достаточно универсальный вокалист, потому что здесь он поет с большим количеством воздуха. Только вот этого спридыхания я не буду изображать пытаться так, как он. Все равно меня зато закидает помидорами гнилыми. Но, кстати, да и спать кричит монитор гнилыми помидорами. Опять же, пока прослеживается, что первые два трека, может быть, весь альбом будет таким, потому что в сравнении подряд я никогда треки не слушал. И, опять же, слушал я только те, что были с клипами. Возможно, везде будет такой достаточно открытый, яркий вокал. Причем такой, знаете, не ядовито яркий, а вот именно такой воздушный. Ну, я уже, надеюсь, за 500 роликов, которые я вас душу на канале, вы поняли, что такое воздушный, а что такое невоздушный. Воу, бас настолько большой и объемный, что возникает иногда ощущение, что он звучит прямо за наушниками. То есть, прямо физиологически ощущается. Это достаточно хороший знак, но, как вы видите по анализатору, кстати, да, давайте про него немного, что пиковый уровень упирается в ноль. Все, что выше нуля, это будет цифровой перегруз, то есть, это будет такой пердящий, кряхтящий, неприятно пердящий, кряхтящий звук. А на что еще стоит обращать внимание? На лувс. Сейчас стандарт индустрии где-то минус 5, минус 6 лувс примерно. Наверное, вот. РМС сейчас... Ну, на РМС не будем обращать внимания, просто запомните, что лувс от минус 5 до минус 7, наверное, это стандартная сейчас музыка. То есть, это громкость трека. Не будем сильно вдаваться в подробности, просто имейте это в виду. Можете посмотреть, просто знайте, на какие цифры смотреть. Ну, и вот этот вот крес-фактор тоже... Я уже запутался сам в своих показаниях. А, крес-фактор, чем он ближе к нулю, тем лучше. Это означает... Ладно, я не буду вас душить. Короче, просто обращать внимание только на вот этот пик и на лувс. Все, это единственное, что вас должно интересовать. Ну, и прикольные анализаторы, видите, стрелочки дергаются. Если вам просто интересно слушать именно описание, а не технические параметры. И тут я, наверное, немножко подергаю ручки эквалайзеров дальше. Так что, готовьтесь. Все, что могу отметить... Ну, сейчас, конечно, вокала нет, но... Все, что есть в треке, каждый инструмент живет в своем диапазоне. Опять же... Это классика, потому что... Те, кто делают танцевальную электронную музыку, они примерно знают, что где должно находиться. Обычно проблем там не возникает. Есть просто низкий бас, там, средне-высокий бас. То есть все живет в своей области. Мы сейчас вернемся на парочку секунд назад. Там, где был вокал, послушаем, где живет вокал. Ну, он живет в области от 500 Гц, в основном, до 3000. Как вы видите, включая эти области, вокал Чунгука, в принципе, отлично было слышно, но больше всего вот на 1 кГц у нас... Именно при дыхании и прочего. Давайте еще раз. Композиция, опять же, интересная. Звучит как ночная клубная музыка. Кроме того, про бас я сказал, что он тут просто невероятно здоровый и широкий. Ну, давайте я попытаюсь это вам изобразить. Какой-нибудь у нас есть бас. И давайте попробую... Все это время идет звук вообще к вам. А то, может, я жму на кнопки? Да, он идет. Просто попытаюсь сделать его максимально широким. Кстати, скорее всего, вы должны видеть то, что сейчас происходит. Да, вы видите эту программу. Это Ableton Live. Вторая программа, в которой я работаю. Это пока нам штука не нужна. Вот такой бас у нас есть. И просто давайте попробуем его расширить. У нас там что должно быть? Силой бас. Просто около того. То есть настолько широкий звук баса прямо... Так. Каким образом мы могли бы его добиться? Так, струн у нас только не хватает. Ну вот, примерно похоже на то, что было, и... Ну вот, примерно интерпретация, как можно получить такой широкий бас. Естественно, тут мог быть другой способ использован. Но, тем не менее, зачем тогда вообще медиконтроллер доставал? Надо же как-то его использовать в ролике. Касаемо плотности. Давайте так. Ну, пятерка. Звучание сверхплотное за счет баса. Ширина, как ни удивительно, тоже на четверку. Потому что там были экстремально разведенные хай-хеты, которые не то чтобы сильно слышно, но вслушиваешься и понимаешь, что сцена есть. Разнообразие инструментов. Ну, я думаю, два с половиной. Очень минималистично. Хотя и были перкуссионные моменты всякие интересные, но, тем не менее, да, теперь я ввожу эти дробные числа, потому что двойка это слишком мало, тройка слишком много. По поводу разнообразия вокала, пока что мы остаемся на отметке 3, потому что здесь ровно столько, сколько надо. А здесь достаточно такой зацикленный повторяющийся мотив на вокальной партии. Не то чтобы экстремально много бэков, но и нету совсем уж минималистичного интимного звука, когда у нас вообще одна дорожка и вокала посередине. Ну, опять же, это так, мои наблюдения. Ну и настроение. Я даже не буду учитывать какое тут настроение. Это уже лично ваша оценка. Можете тоже писать вот к тайм-кодам ваше настроение. Кстати, о чем была вообще композиция? Ощущение, будто я речу. Есть что-то в воздухе сегодня вечером. Мы говорим с эмоциями. Не буду отводить взгляд. «Люби меня, когда я на самом дне, а я буду любить тебя, когда ты едва держишься, освещая тьму». «Я могу быть твоим плечом, когда ты не так сильно». Ну, собственно, ничего такого не вижу. Здесь аморального хорошие слова про любовь, про чувство, про поддержку. Ну, дальше повторяется. Это там. Мы попробовали еще раз. Сказал, что не буду лгать. Ну, как вы помните, я тут не сильно занимаюсь аналитикой слов, но в целом я ничего такого не вижу. Так что, если я не ошибаюсь, это про песню Seven больше всего было вопросов. Кстати, следующая композиция и следующий тайм-код. Эта песня, Seven, естественно, у нас аморальная версия, «Explicated Version», вместе, конечно, с «Explicated Version». И сейчас мы узнаем, что же такого тут аморального, просто того, что угнетало огромное количество фанатов Чунгука. Честно говоря, я думаю, что слово «секс» не такое уж и аморальное. Но то и такое, чтобы судить. Давайте послушаем композицию Seven. Как говорится, 24 на 7. Ну, здесь у нас опять же появился такой немножко звучащий, как ретро. Не ретро, а как из старого хип-хопа беточек, то есть такой немножко шипящий, кряхтящий посередине. Ну, давайте отмотаю. Вот я что имею в виду. Причем достаточно плотная, аккуратная бочка. Гитары с каким-то таким вот хорусом, который, знаете, немножко как расстроенный звук делает. И пока что рано говорить о чем-то, про ширину там и так далее. Давайте послушаем. КОНЕЦ Ну, да, конечно, он говорит здесь, что готов сношать ее 7 дней в неделю, каждый день недели, и перечисляет их. Конечно, кто-то скажет. Фу, какая гадость. Но согласитесь, наверное, услышать от любимого человека это, как рассказывал опять же Эдди Мерфи в своем стендапе, куда приятнее, чем «Займись со мной любовью». Я думаю, вариант, который употребляет Чунгук, куда более, скажем так, экспрессивный, страстный, и для молодых людей, к коим я тоже отношусь, куда более близкий, чем «Дорогая, давай займемся любовью». Как-то... Звучит как-то странно. Но, опять же, я помню огромное количество хейта, которое в эту песню прилетело, и я не избежал этой участи, потому что я смотрел этот клип на канале, и, ну, можете посмотреть реакцию на него отдельно. Там, наверное, будет гораздо меньше аналитики, и мне кажется, что сейчас я столько аналитики дал, сколько за все ролики не давал, в принципе. Но мотив заводной. Я особо не волнуют текст, в принципе. Музыка хорошо звучит, и здесь, кстати, вокал Чунгука уже не именно такой вот воздушный, парящий в облаках, а более приземленный и более сфокусированный. А, опять же, это хорошо, потому что, да, с одной стороны, если бы все делали в одной студии и так далее, то логично, что все должно звучать плюс-минус одинаково. То есть вокал должен быть всегда в одном и том же месте. Но на то это и поп-музыка, чтобы проводить в ней какие-то определенные эксперименты. Но давайте перестану вас душить, а то вам захочется снова воздушных композиций. Давайте слушать дальше. Кстати, тут достаточно прикольно звучит бас. Давайте-ка обратимся к 808-ому, что я тут подготовил. Не совсем похож. Мы можем поискать похожий звук. Нет. Сейчас быстренько глянем, какая-то анализ у этой композиции. Папапапам. Ну, чтобы быть неголосовым. Так. Seven, Чонгук. Seven, Чонгук. Уже какие. Угу. Какая у нас тональность композиции? Пишут, что Си мажор. Ну, этот куда более похож. Но нужно его прикрыть. Кстати, давайте его прикроем. Тогда будет похоже немножко на то, что в треке. Это опять же на скидку, то есть как-то я вижу. Ну, примерно похоже. Примерно. Из той же категории. Слушаем дальше. Кстати, здесь он очень ловко переключается с рэпа на средний диапазон своего голоса, на серединку, плюс еще запрыгивает на высокие ноты. И в этом, конечно, победа современного продакшена и современной музыкальной индустрии, что тенор, если мы будем по классической идти в терминологии, куда более выгодный персонаж для музыки, от которой сейчас нужно что? Чтобы максимально громко бил бас, так что стены крушатся, и был максимально высокий вокал. И за исключением тех ситуаций, когда нужно петь низко. Тут, конечно, тенора немножко проигрывают, но для этого есть баритоны или баританы. Но опять же, я ухожу в какие-то дебри, я чувствую, что обзор на часов 16 затянется с такими... Это даже не половина альбома мы уже послушали. Давайте дальше. И, кстати, пока что есть уже определенные оценки. Достаточно плотная композиция на четверочку. Она не настолько широкая, как первая, которая была у нас, это что, по ширине 3D. 3D и Closet View были куда шире по звучанию, и при этом Closet View была плотней. Но здесь достаточно сбалансированный вот такой, знаете, радиотрек. Ну, слушайте, не зря в США до сих пор он занимает определенно высокие места. Поэтому давайте дальше. Кстати, разнообразие вокала здесь явно на четверочку, потому что здесь еще и на фите есть исполнительница, что явно добавляет количество дорожек, и, соответственно, вокала много, он разнообразный. Продолжение следует... Ну, опять же, тут она поет, что ты пропускаешь работу ради меня. Ну, не пропускайте работу ради отношений. По крайней мере, каждый раз. А то отношения закончатся, если у вас не будет чем кормить вашу любимую или любимого. Но это так. Давайте-ка перейдем к финалу, и там уже определенные выводы. Кхм. Классная композиция. Я не знаю, почему люди ее там захейтили, но я думаю, это просто моралисты, которые считают, что наш маленький Чонгук должен оставаться маленьким всегда. Бодро звучит. Бит запоминающийся. Мотив приятный. Но, опять же, не зря. 20-й раз я повторяю за этот ролик, что это песня, поэтому так и зашла людям. Разнообразие вокала 4. Разнообразие инструментов 3,5. Ширина 3. Плотность 4. Имеется в виду, опять же, я обещал уже больше не повторять все. Смотрите начало ролика, если вы не понимаете, про какие тройки, четверки, единицы идет речь. Бас, опять же, плотный. Кстати, по поводу ширины, вот в это окошечко тоже можете обращать внимание. Я думаю, его видно, да? Я же курсор вот. Вот здесь у нас, по сути, ширина. То есть, если у нас что-то будет влево и вправо бить, это значит экстремально широко разведено, настолько, насколько это вообще возможно. Ну, как вы видите, у нас все где-то процентов на 80 идет в среднем. То есть, вот эта елочка, которая рисуется. А вот если что-то касается, грубо говоря, это сцена. То есть, вот это вот прямо звук в упор. То, что он бьет прямо в центр и в упор. Здесь тоже, ну, примерно понимаете. Опять же, буду объяснять просто, чтобы вы понимали суть, а не настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Да и коллеги-звукорежиссеры, может, засмеют, скажут, что там объяснять, елочки какие-то. Вот. Ну, вот такая была композиция 7 от Чунгука FitLato. Мне понравилась. И она в плейлисте, в принципе, у меня и есть. По-моему, даже в MP-плейлист, нижнее подчеркивание, то есть MP-нижнее подчеркивание плейлист на Spotify, да. Надо же немножко саморекламы вставить, куда же без нее. Но! Следующая композиция. Я уже знаю, какую оценку я поставлю, потому что я слушал ее совсем недавно. Это заглавка. Называется она Standing Next to You. Я на новостном канале уже рассказывал вам о том, что Чунгук очень сильно сомневался вообще, что стоит брать эту песню, но потом послушал ее, и она ему понравилась. И заранее скажу, что она мне нравится, потому что она звучит как то, с чем я работал на протяжении 7 лет на ретро-радиостанции. Поэтому давайте без лишних слов, хоть я и накидал спойлеров, насладимся композицией. Кстати, тут я тоже подергаю эквалайдер, потому что мне было интересно пару моментов. Ну все, давайте заново. Просто я хотел почувствовать, где находится баз. Кстати, по поводу баса. Теперь можно попробовать... Тут у нас живой бас, но он явно перегруженный. Что у нас тут есть по вариантам перегрузить? Я думаю, обычного сатуратора хватит, на самом деле. Где он? У нас перегруженная середина где-то тут. Похоже. Ну, естественно, там еще пост-продакшн идет определенная и так далее, но примерно такой звук. Ладно, не буду пытаться подбирать здесь, а то опять же затянется. Да. И опять же, у Чонгука достаточно высокий голос, и у него нету прямо какого-то там выделяющегося низа, поэтому здесь... Ну, опять же, я тащусь, какой здесь прекрасный бас. Он настолько громкий, он настолько еще посередине, в отличие от композиции Close to You, где он был суперширокий и прям бил по краям. Ну, клубная музыка. А здесь похоже на вот музыку 80-х, которую, знаете, прям так накачали стероидами, насыпали на нее протеина, там все это сболтали, и она прям такая вся вышла, как босс этой качалки. Потому что очень здорово звучит именно перегруженный бас с таким относительно плотным низом и, опять же, воздушный голос Чонгука, который такой от середины кверху идет больше и, опять же, не обладает каким-то гигантским прямо вот нижним регистром. И поэтому нет конфликтов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И количество инструментов здесь, переходы, бриджи, как барабаны звучат. Я уже заранее вам скажу, разнообразие инструментов пятерка. Я даже не уверен, что хоть одна композиция до этого еще уровня дотянется, по количеству имеет свое, а не по качеству. Потому что сюда, мне кажется, ну, опять же, заглавка. Вложили больше всего стараний. Это будет плохо звучать для кого-то, что, значит, других не старались. Но просто здесь огромное количество инструментов, огромное количество заигрываний с классикой музыки. Опять же, я, по-моему, Сэмбелла вспоминал, Майкл Сэмбелла вот его вспоминал. Ну, Майкла Джексона многие вспоминали, но это вполне себе очевидный пример. Он очень сильное влияние оказал на поп-музыку вообще в целом. Да и на Чунгука, и Тэмин из Шайни тоже рассказывал, как Майкл Джексон на него повлиял. Ну, не последний артист, так сказать. Не зря его королем поп-музыки называли. Хотя тут же стоит сделать отступление, когда люди говорят, что кто-то второй кто-то. То есть Чунгук, второй Майкл Джексон, я думаю, это неуважение по отношению к артисту. Каждый артист первый и последний в своем роде. Будь то Чунгук, Майкл Джексон, Проди Меркури или кто угодно. И опять же, голос здесь очень-очень объемно звучит. То есть по верхам вот это вот распространяется по огромному, как, не знаете, ангару. Кстати, если не ошибаюсь, это клип в ангаре был похож в каком-то месте или в тоннеле. В общем, картинка рисуется благодаря звуку. То есть я примерно представляю пространство, в котором все это могло бы происходить. Ну и опять же, ну очень классно звучит отсылка все это вот как будто на музыку 80-х. Я могу повторяться, но мне все равно. Я тут про эмоции рассказываю. И это композиция бомба. И прямо сейчас бас разъехался пошире. Появилась опять же вот эта гитара фанковая. Есть еще бэки, которые были по центру за основным голосом Чунгука. Были те, которые появились поближе, которые подальше, пошире. Ну, поэтому разнообразие вокалов, это, конечно, 5 из 5 по нашей шкале, о которой мы говорили в самом начале видео. Обратите внимание, сейчас я перемотаю, насколько широко все звучало по анализатору. Субтитры создавал DimaTorzok Еще и медные духовые, причем достаточно подгруженные. То есть у всех инструментов есть некий аналоговый перегруз. Ну, на старых приборах это появлялось частенько. Она, опять же, на аналоговых. Ну, такая особенность схемотехники, плюс ее до сих пор пытаются все повторить. Но частенькая железка куда лучше, чем натуральный, чем этот виртуальный инструмент. И просто задумайтесь, какое количество здесь инструментов использовано. Тут у нас, понятно, бас, барабаны, различная перкуссия, вокалов дорожек 8 разных, плюс еще даблы, наверное, какие-то охи-вздохи-адлибы, всякие там щелчки, трески, ревер еще огромный висит, гитары. То есть тут такая каша могла получиться, на самом деле, если бы это грамотно не свели. То есть тут, конечно, огромное уважение звукорежиссерам, которые это все делали. Я думаю, тут не один человек работал. Скорее всего, я думаю, классика хотя бы. Один все записывал, второй все сводил, а третий мастерил. Кстати, даже в конце, используясь охи и вдохи, как это, не на, а в качестве перкуссионного инструмента. То есть их так вот порезали, чоп-чоп. Еще интересно, что в каждой композиции оставляют хвост. То есть хвост ревера вот этот. И дилея. То есть затухание идет достаточно естественно. То есть не обрубается трек вот так моментально и сразу следующий нет. Тут позволили себе оставить по пять секунд затухания, может быть, по три. Поэтому давайте сделаем выводы. Плотность композиции. Вообще, знаете, я тут немножко поменяю оценки. Это взаимоотключающий параграф получается. Я говорю, что такое будет невозможно, но в рамках этого альбома пока что плотность пять, ширина пять, разнообразие инструментов пять, разнообразие вокалов пять. Настроение. Балдеж. Я напишу. Балдеж. Потому что здесь прямо продюсеры, звукорежиссеры, композиторы, в обществе Чонгук, все разошлись на полную. И я не могу ничего сказать про эту песню, кроме как в натуре класс зашибись четко. Естественно, заменив одно слово. Однако, следующий тайм-код. Композиция номер пять в альбоме называется Yes or No. Вот. Мы ее сейчас с вами включим, естественно, послушаем. Так, надо немножко приподнять. Так, вот пятая композиция Yes or No. И вернемся в начало проекта. Вот снова Чонгук появляется. Подсохранюсь. В принципе, сейчас мы выходим на середину альбома. И пока что сплошные позитивные эмоции. Ну и опять же, пока чем дальше, тем лучше. В конце еще будет пара композиций, которые я... Одна, которую я слышал. Это, по-моему, которая с Закит Ларой фит и еще одним Central Sea товарищем. Это вроде бы To Set To Dance? Или я ошибаюсь? Я уже могу ошибаться. Давайте проверю быстренько. Это какая... А! У них композиция To Match вышла. Все. Я вижу, что вроде бы ее здесь и нет. Ну, видите, даже я, бывает, ошибаюсь. Вот. Давайте слушать композицию, которая называется Да или Нет. Или, как говорится, единицы и нуля Ответ. Мне почему-то напомнило One Republic. Там I lose myself tonight. Вот что-то из этой оперы немного напомнило по звучанию One Republic. Я не удивлюсь, если кто-то там из этой группы может быть тут замешан. В конце концов альбом весь на английском и тут Чонгук плотно работал с американскими продюсерами, но прямо сразу чувствуется немножко вот такой вайп One Republic. Кстати, тут он поет достаточно низко относительно других композиций и он ближе к микрофону, то есть такой ну, более интимный звук, более близкий, называйте это как хотите, да. Интимного звука, конечно, еще далеко. Это нужно вот так говорить и определенно подавать звук. Но гитарка еще на фоне играет. Серьезно, One Republic прямо первая ассоциация. Настроение расслабленное расслабленное с двумя с двумя буквами точка. И еще Тейлор Свифт немножко напомнила ту-ду-ду-ду вот этот вот момент. Я не то чтобы большой фанат Тейлор Свифт, но почему-то мне это ее напомнило. Ну вот американское звучание у композиции. Давайте так подытожим. А еще я почитал текст достаточно бегло. Я думаю, чеш, мне так нравится. А песня немножко напоминает Белый Монстр Энерджи, мой любимый. Она такая мотивейтед про то, что нужно идти вперед и не оглядываться назад. Естественно, про любовь тоже, но каждый в произведении искусства любом, неважно, это живопись, музыка или кино, увидит свой определенный смысл. И вот я увидел тут больше именно мотивейшн, преодоление и так далее. А по поводу ширины композиции пока можно сказать, что это три. Потому что она, ну, умеренно широкая, то есть тут никаких моментов узких нет. Мне вообще кажется, что по поводу ширины ничего ниже двойки в этом альбоме не будет. Ну, не будет совсем уж плоского такого трека, который записан в одну гитару и вокал. И опять же очень приятный звук гитар. Он слегка подгруженный, то есть крончевый, но не перегружен в хламину. Кстати, надо мне тоже немножко воды выпить. Вот. Не в хламину перегруженный и гитары не панорамированные экстремально вправо и влево. Это иногда уместно. Ну, вроде бы звук становится широким, но у него появляется как будто вот, ну, граница. Я не помню, в каком ролике уже говорил и говорил мне вообще, но на всякий случай повторю, что если не панорамировать экстремально вправо и влево что-либо, оставить там вот чуть-чуть запас, то как раз получается вот та самая ширина, потому что как бы есть еще куда стремиться. А вот если мы уперлись просто вот экстремально вправо и экстремально влево, то есть в правом ухе играет только то, что играет вправо, а в левом только то, что в левом, ну, и что-то посередине, то, что в каждом канале играет, то получается достаточно неширокое звучание. Ну, опять же, Это не правило, бывают исключения, это просто вот какая-то базовая концепция. И да, в очередной раз подчеркну, он поет тут прямо в таком среднем регистре своем. То есть просто в очень удобной позиции, потому что голос ненапряжен, расслабленный. А еще сам трек это достаточно серединистый такой. Ну, то есть у нас справа и слева достаточно так подпирает именно по средним частотам. И почти стена звука получается, ну, такая равномерная. То есть вот такая вороночка, когда самый низ находится в середине, и вот потихоньку все разъезжается. Кстати, ради интереса отмотаю, опять же, немного назад. Все-таки у нас тут разбор альбома, аналитика альбома. В первую очередь с точки зрения звука, и давайте посмотрим по эквалайзеру. В конце инструмент был очень похож на бас. Дайте-ка еще раз. Ну да, как будто очень в высокой позиции сыгран басовый риф был. А, так, стоп. Эй, стоп, стоп, воспроизведение. Вот. Очень-очень красивые бэки здесь. Они очень уместные, а голос Чунгука интересно, что звучит достаточно одиноко. Но не в меланхоличном каком-то смысле, а просто вот он находится по центру. И да, естественно, бэки тоже, скорее всего, Чунгук, по большей части, записывал. Ну, может, им еще помогали для того, чтобы была большая полифония, для того, чтобы как бы насыщеннее и богаче звучание было. Потому что, когда много людей поют, хор, то есть это специфическое звучание, которое очень трудно получить в одно лицо. Поверьте, я пытался. Это можно сделать, но это нужно записать 20 дорожек всякими разными голосами. Вот. Или такими, или такими. В общем, максимально искажать свой голос, записывая одни и те же партии, накладывая друг на друга, и получается примерно похоже. Но, тем не менее, все слышно, что поет один человек, если слушать отдельно. Хотя, может быть, и нет. В любом случае, композиция. Давайте пройдемся по нашей шкале. Три. Разнообразие инструментов. Три. Разнообразие вокала. Три. Настроение. Расслабленная. Ширина. Три. Плот из три. То есть это прямо такая суперсерединистая композиция, о чем я говорил раньше. Тут и средние частоты преобладают, и она, в принципе, очень сбалансированная. На фоне всех предыдущих она прямо вот находится в балансе. Опять же, пишите, какие у вас впечатления о каждой композиции логичные. Ну, и можете писать, что автор ни в чем не разбирается. Что-то дай музыку послушать, но вы не можете послушать ее без меня, что ли. Вот, в конце концов, ролик спонсорский, так что спонсор просил разобрать. А я только дайте мне возможность поговорить лишний раз. Так что... А, да, забыл. Любое объяснение считается... И любое объяснение считается оправданиями, так что я больше ничего объяснять не буду. Однако, следующая композиция. Please don't change. Вместе с диджеем Снейком. И... Это был очередной таймкод. Давайте-ка послушаем. Диджей Снейк. Так, я какие-то композиции его слышал, но давайте ради интереса, опять же, диджей Снейк. Просто какие у него самые популярные композиции были. Get low. Learn out to turn... А-а-а! Все знаю! Он с Лил Джоном композицию Turn Down for What делал. Turn down for what? Вот это вот. Все. Примерно понимаю, что можно ожидать. Но давайте послушаем. Ну, прям сразу слышно, что это у нас и дем-продюсер. И такая вот накачка идет, пампинг легкий. И такое, знаете... Такое вот... Ну, не тропическое что-то, но что-то такое солнечное по звучанию. И тут у нас ритм. Кстати, да, я же могу вам и ритм показать определенно. Немножко рагетон напоминает. Сейчас какой-то пример бы найти. Какую-то установку. Да ладно, попробуем просто живые барабаны. Где тут у нас они? Изи-драмер воспользуемся, например. Слушайте, у нас тут ритм. Что-то из этой оперы у нас есть, похожее. Вот. Что-то в эту степь немножко уходит. Опять же, я не говорю, что я дословно цитировал то, что сейчас играл на барабанах. Но вот именно пульсация такая есть. Она свойственна рагетону и немножко околотропической музыке. Да и опять же, если глянуть в Википедию... Ха, он в Ableton Live тоже работает. Круто. И и дем, и дем трэп. А, рагетон. Ну, вот и ответ. О, сейчас прям такой классический был прием. Такие очень хорошие бэки, потому что сначала у нас был голос, опять же, такой более одинокий и даже местами сухой. А тут теперь появились такие близкие бэки, но мягко спетые и, опять же, чуть-чуть по-другому обработанные. Но красота, слушайте. Ой, хороший продюсерский состав подобрался, однако. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Почти Tropical House, напомнило по звучанию. Опять же, никаких вопросов к этой композиции нет. Любо-дорого слушать было. И давайте пройдемся по моим оценкам, но сейчас я хотел бы пару моментов послушать именно по диапазонам. Я выбрал такие около параметры... Блин, не буду даже вырезать какие-то... В общем, определенные параметры и определенные спектры частот. Тут у нас около 30 герц, около сотки, там 200, 530, 1100, 3200, 8000 и все, что выше 12. Хочу сейчас просто пощелкать, послушать. Не, красота. Звучание очень плотное, все инструменты живут в своем диапазоне. И для вокала отдельное место в области 500-1 килогерца. Есть. 500 герц, 1 килогерца. Ну, что я могу сказать? Ну, спасибо Банше Хёку, что дал деньги на этот альбом. Потому что американские продюсеры все-таки... Ну, хотя, кстати, да, Диджей Снэйк ради полноты информации, он француз. Но в целом некоторые продюсеры здесь явно американцы были. Да, он из Парижа. Может быть, кто-нибудь еще из Дафт Панка был? Ну, это, конечно, было бы уже совсем сильно. Дафт Панк, по-моему, сейчас не существует. Однако, следующая композиция, я думаю, будет нанести более негативный характер. Потому что она называется Hate U. И я думаю, она должна быть более злой. Может быть, даже нас ждет рэпчина. Опять же, видите, я не все песни слушал. И я думаю, что та, что за Кит Ларой и Central Sea, она входит в альбом. Но вроде как не входит. Вот. Поэтому, ну да, потому что там Кит Ларой все-таки и Чунгук. Вместе с Central Sea, а не Чунгук и Кит Ларой. Хотя для кого-то будет Чунгук, плюс кто-то там вообще непонятный. В любом случае, композиция Hate U, седьмой номер в нашем ролике. И давайте послушаем. Меня пробрало. Я небольшой фанат ASMR, но вот это и был интимный звук. Когда вы слышите даже какие-то движения языка. Настолько близко к микрофону находился артист. И, кроме того, возможно, даже не было никакого поп-фильтра. Ну, либо он был совсем какой-то номинальный. Очень-очень интимный голос звучит. Субтитры добавил DimaTorzok Ну, кстати, глядя на текст, да. Во-первых, я ожидал, что это будет что-то зло и агрессивное, но, опять же, это металевое прошлое дает все знать. Дальше что у нас? То, что я буду ненавидеть тебя, я буду ненавидеть тебя, я нарисую тебя как злодейку, которой ты никогда не была, я буду винить тебя за то, что ты не делаешь ненавидеть. Тебе единственный способ не причинять боль. А, ну, то есть это оттолкнуть подальше для того, чтобы защитить того, кого любишь. Примерно такой смысл композиции. И, кстати, выше я говорил, ну не будет же здесь какая-то композиция, где будет интимный вокал, который поет посередине, и один инструмент, я сказал, гитара. Окей, здесь пианино играет по большей части, и поет только Чонгук. Ну, плюс дополнительные инструменты, но... Как обычно, классическая ситуация. Стоило помолчать пару секунд, ну в этом случае полпесни подождать, и ответы были бы даны, но я поторопился с выводами. О чем не жалею? Все живое, склеек нет. Очень-очень деликатно спето. Кстати, в большинстве случаев это тоже достаточно трудная задача. То есть спеть хорошо, это всегда трудная задача, даже для профессионала, потому что нужно спеть так, чтобы это было, ну, пределом твоих возможностей на момент, когда ты зашел в кабинку звукозаписи, ну или в помещение для звукозаписи. Это не самое главное в данной ситуации. Очень, опять же говорю, интимный, близкий звук. Пианино звучит красиво, и да, добавляются инструменты в припеве. Давайте послушаем. Кстати, позиция очень высокая. Тут на грани того, чтобы сорваться на фальце, даже для такого высокоголосого парня, как Чонгук. И еще интересно, тут какой-то добавляется низкочастотный инструмент, но это похоже больше на какой-то синтезаторный пэт, у которого огромно раздутый низ, и все очень широко разведено. Настолько, что тут аж идет перегруз. Если вы заметили, то у нас вообще пики все в ноль заведены. Кстати, да, 5-6 лувс примерно. То есть весь альбом находится примерно на одном уровне громкости, но несмотря на это, за счет того, что по-разному обыграны инструменты, по-разному баланс их устроен, все звучит разнообразно. Не похоже друг на друга, то есть видно, что часть альбома, но тем не менее разнообразие присутствует. Знаете, что я могу сказать? Будь это молодой начинающий артист, это гипотетически я говорю, естественно, тут не начинающий артист, то с таким альбомом можно было бы действительно выстроить очень сильно и именно начать карьеру. Потому что здесь уже на седьмой песне слышно, что человек может фактически все. Ну, разве что он не может петь каким-нибудь там экстремально низким субтоном или басом, потому что физические ограничения все-таки есть у каждого из нас. И если бас может научиться петь очень высоко, то вот тенору физиологически у него связки более тонкие, более маленькие, и хоть они эластичные, вниз они не могут дать в определенный момент уже звук. Ну, только если штрафас. Поэтому, что я могу сказать? Плотность 3, потому что здесь в конце огромный, настолько перегруженный низкочастотный инструмент был, ну, будем считать, что это бас. Просто назовем то, что выполняет роль баса. Ширина, хоть все звучало и широко, но в целом, ну, она достигается просто за счет расплющенного в ширину баса, это двоечка. Разнообразие инструментов тоже 2, потому что их было очень мало, и трек такой, ну, если бы не вот этот расплющенный огромный бас, он был бы достаточно камерным. Кроме того, разнообразие вокала тоже 2, потому что здесь интимный, близкий вокал, и опять же, ну, я не могу не напомнить, что это не хорошо-плохо, это много-мало критерий. То есть, это график, где смещение куда бы то ни было просто показывает момент времени и ассоциации. Короче, задушнил, запутал, хорошо. И настроение. Минорное, но с легкой надеждой. Ну, вот мои, опять же, ощущения и впечатления. Достаточно интересная задача одновременно анализировать текст, музыку, и при этом еще рассказывать о своих чувствах и переживаниях касаемо альбома. При этом, не выходя из профессионального образа, оставаясь слушателем. В общем, интересная задача была дана мне, и надеюсь, что я с ней хорошо справляюсь. Ну, я думаю, что достаточно неплохо для первого обзора альбома. Однако, следующая композиция у нас называется Somebody, но не When I Used To Know. Вот, добавим ее тоже в списочек. Вот Somebody. И давайте с ней ознакомимся. И это был очередной тайм-код. Кстати, Пол Ньюман почему-то мне сразу вспомнился, типа Can You Love Me Again? Тот, который исполнял композицию, немножко начала, потому что я не сразу понял, что это Чонгук, хотя, ну, вроде и понял, но достаточно низко. Кстати, пока самое низкое начало, которое было по высоте звучания. Так, ну-ка еще раз послушаем. А, там была какая-то нота искусственно занижена, вот это вот Same. Same, вот это такое Well. То есть оно мелодайном немножко было опущено вниз. Видимо, тут он столкнулся с физическими ограничениями, что так низко не мог, но, опять же, это не критично. Да, он не смог спеть одну низкую ноту, изначально ее просто чуть-чуть вниз опустили, но там-то полтона движения, оно не смертельное. В конце концов, музыкальное произведение должно давать максимальные эмоции, и неважно, если там прибегаются, еще и применяются какие-то хитрости. Я вам раскрою страшную тайну хитрости везде. Автотюн на каждом первом пе... Фу. Я вам раскрою страшную тайну, только никому не говорите. Автотюн висит на каждом... На каждом... Я вам раскрою страшную тайну, только, пожалуйста, никому не рассказывайте. Автотюн висит на каждой песне каждого артиста, даже если это металлисты. Почти всегда. Ну, за исключением экстремального вокала, там автотюн не нужен. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ну, а тут просто мелодайна. Говорю, ноту чуть-чуть вниз опустили. Поехали. Кстати, сейчас вокал был немножко отодвинут назад, причём вроде у нас и достаточно много баса, и есть ширина, даже перкуссионный инструмент некий играл в левом канале, и при этом много пространства, то есть ощущается, что есть ещё куда двигаться. Ну, думаю, это всё благодаря интересному реверу. Кстати, интересно, какой ревер вообще применялся в большинстве треков, потому что он тут плюс-минус один и тот же везде. Тут по поводу баса. Интересно, что он настолько низкий уже, насколько это возможно. Вот в эту степь уходит, то есть уже просто когда... Если представить в реальной жизни, то есть басовая струна, которая настолько уже расслаблена, что она, да, с трудом это вот выдаёт гармонику нужную, но она так вот болтается. И звук ещё, причём, скомпрессированный, получается такой вот именно утробный бас. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, несмотря на то, что звучит плотно, достаточно динамично. То есть тут есть разница в громкости, какая-то более очевидная, чем просто тихо-громко. Какие-то полутона громкости тоже встречаются. Опять же пытаюсь объяснить так, чтобы всем было понятно. То есть динамика в композиции присутствует. И это хорошо. Потому что здесь мы видим, что уже не настолько сильно всё заплющено. Ну, опять же, скорее всего, компромисс был достигнут тем, что некоторые инструменты просто... От них есть верхушка, и за счёт баса всё склеивается. Ну, опять же, пути продакшена, они неисповедимы. Можно любыми способами достигать нужного результата. Если надо, можно завысить что-нибудь там на 20 дБ, какую-нибудь частоту задрать. Если звучит хорошо всё вместе, то так, значит, и надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok Это интересный случай. И, кстати, опять же, достаточно распространённый. Тут у нас бас жирнючий, огромный, массивный, и при том бочку слышно. Ну, понятно, что их подружили за счёт того, что там есть сайдчейн. То есть я вам включал пару моментов. Вы слышите, что бас не сразу бьёт, а как... так вот въезжает немного. То есть как будто вместо того, чтобы произошёл момент звучания баса, он на секундочку затихает, как бы из тишины въезжает. Но это и есть сайдчейн. То есть когда от одного инструмента звук немножко плющится, то есть делается тише, чтобы другой инструмент прозвучал. То есть в данном... Блин, в данном случае это чтобы бочка щёлкнула. Щёлчок бочки происходит, и сразу за ним идёт жирный-жирный огромный бас. В целом композиция... Давайте поговорим о параметрах, которые я выделял, по которым я оцениваю всё это и... Точнее расписываю, а не оцениваю. Разнообразие инструментов на троечку, разнообразие вокала на троечку, настроение... Вдумчивое, наверное, вдумчивое. Я всё непорядочно, непорядочно, нелинейно рассказываю. Дальше по поводу плотности найду ещё раз. Да, с плотностью вопросов нет, это тройка крепкая, то есть всё очень плотно и ширина тоже тройка. Хотя, наверное, я думаю, три с половиной и в ширину и в этот, как его... и в плотность. Всё-таки около того. Опять же, это мои личные ощущения, эти штуки сделаны просто для большего элемента развлечения вас. Потому что каждый из вас услышит здесь ровно то, что услышит. У нас у всех разные уши, разное восприятие и разный подход к тому, как слушать музыку. Однако композиция сама, ну, такая, знаете, под неё хочется вот сидеть, что-то делать, размышлять, думать. То есть фоновая музыка, возможно, прозвучит оскорбительно, но это хорошая фоновая музыка, под которой можно что-то поделать. Плюс, очень часто такие композиции, в принципе, в альбоме нужны. Для чего? Для того, чтобы расслабиться. Но если бесконечные бенгеры запускать, какие-то мега-хиты, то никакого времени не хватит, никаких сил, чтобы всё это слушать бесконечно. То есть надо как-то людей успокаивать. То есть всё на контрастах работает. Это как фильмы ужасов. Если будет бесконечно всё орать, кричать, визжать, то вам перестанет быть страшно через пару секунд. А так на контрасте всё работает. Too sad to dance. Следующая композиция. Слишком грустно, чтобы танцевать. Заносим блокнот её. Всё сохраняем на всякий случай, чтобы не вспоминать, какие оценки там выставлял, как по шкале двигался. И давайте насладимся. Сэмплы костра, который горит. Я, я, по-моему, с такими же сэмплами сталкивался в одной из композиций. Если не ошибаться, то вот она. В той, которую я продюсировал, писал там... Ну, там ещё добавил звук ищерги, а потом идёт песня, которая вот эта катана. Вот. Ну, это я мило, исключил, чтобы не травмировать вас тем страшным голосом, который там был записан изначально. Я такой слышу, знакомые сэмплы. Всё-таки сэмпл-паки гуляют по рукам налево и направо. Ну, ничего такого в этом нет. Кстати, звук костра и птичек, естественно, рисует картину какого-то зелёного луга или леса, но не прям сильно насыщенного. Что-то такое, знаете, на природе. Плюс звук гитары такой, знаете, вот утренний-солнечный день прям ассоциация. Продолжение следует... И вокал снова с большим количеством придыхания, но не суперделикатно интимно, как было в композиции... Какой же это было композиции? Я уже забыл! У меня что, деменция так быстро прогрессирует видеоблогерская? Это была композиция Hate You. Вот, в ней было самое такое камерное и близкое звучание. Интимное, возможно. А здесь достаточно радостная композиция, пускай и текст немножко грустный. И кстати, на фоне у нас не то, что бас играет много, а есть какой-то пэт, который вот прям такую пульсацию создает. Я сейчас вам отмотаю немножко назад, поймете, о чем я. Именно такой гул на фоне нарастающего где-то в области 50-70 Гц. Опять же, вам показывал на эквалайзере где-то вот здесь вводил. Это можно было услышать. Ну, кстати, да, наверное, лучше всего сейчас об этом сказать, да, видео стоит смотреть в наушниках. Ну, лучше на девятой песне об этом сказать, чем не сказать вообще. Кстати, в какой-то момент вокал стал немножко ближе, то есть у него как-то меньше ревера стало, как будто перемещение произошло в какое-либо помещение. Ну, и на фоне, опять же, прикольные синты, которые добавляют вот этого воздуха, пространства, яркости. И при том, композиция не то, чтобы сильно меняется. Основной мотив идет, просто местами наращивается слой инструментов, местами добавляются низкочастотные какие-то элементы композиции. В целом, она такая, знаете, ненапряжная. Вот ненапряжная, может быть, так сказать, светлая грусть. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что я могу сказать? Давайте по шкале пройдемся. Я уже по большей части высказался. Песня ненапряжная, легкая, еще и свист в конце такой добавляет безмятежности. Плотность 3, ширина 3, разнообразие инструментов 3, разнообразие вокала 3, настроение, светлая грусть, я написал. Грусть. Вот. В принципе, очень сбалансированное звучание. Опять же, разнообразно. Это тоже хорошо. И для кого-то это будет хорошей новостью, ведь я прекращу скоро говорить в этом ролике, для кого-то плохой, ведь я прекращу скоро говорить в этом ролике, но у нас последняя композиция Shoot Glass of Tears. 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 Your tears don't fall. Короче, я предполагаю, что это будет что-то более драматичное, чем предыдущая композиция, все-таки это финал альбома, надо как-то так вот ПАМ! в лицо ударить и разбить окончательно всем сердце. Но это я предполагаю, ведь мои предположения некоторые не сбываются, но как кто-то писал в комментариях, если бы я все угадывал, было бы неинтересно смотреть. Поэтому насладимся же последней композицией рюмка, наполненная слезами. И поехали. Поехали. Тут уже вокал ближе к деликатному и пока что звучит как баллада, но я вижу просто по кирпичку дальше, что там будет что-то более насыщенное и плотное. Может быть даже мои любимые перегруженные гитары. Но хотя здесь скорее будут не гитары, а синтезаторы в большом количестве, учитывая как альбом в принципе звучал. Хотя гитары тоже были и зачем угадывать, давайте дойдем до этого момента вместе. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok Тейлор Свифт напоминает чуть-чуть, и One Republic, вообще что-то американское по звучанию, и да, мои предположения, видимо, не оправдались, то есть в конце обычно что, бывает какая-то песня, которая вызывает какие-то резкие эмоции, какие-то крайние, здесь у нас такая, знаете, почти баллада, ну такая вот, видимо, с большим таким звуком, и я просто ожидал чего-то, на самом деле, такого супер-мега-драматичного, но опять же, давайте слушать дальше. Продолжение следует... Но можно отметить, что очень красивая вокальная партия, и в целом песня такая, знаете, опять же, светлая грусть снова, но не как в прошлый раз, а я написал печаль светлых тонов, чтобы не повторяться, как-то вот что-то такое с мотивацией, и опять же, параллельный текст посмотрю, и тут уже не хочется сильно крутить эквалайзер, хочется вот финалом насладиться просто так, как он есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Могу сказать, красивая композиция. Я думаю, это было отличным завершением альбома, и что у меня по ней? Есть плотность 3, ширина 4, разнообразие инструментов 3 и разнообразие вокала 4. Как я говорил, настроение печаль светлых тонов с нотками мотивации и вдохновения. В целом, такой получился у нас ролик. За то, что он вышел, конечно же, огромное, большое, нечеловеческое просто спасибо Анастасии Ракитиной или Ракитиной. На всякий случай допущу ошибку еще раз, мало ли, недостаточно много допустил. И что сказать? Как вы поняли, наверное, нужно еще сказать, какой трек мне понравился больше всего. Ну, Standing Next to You! Потому что сплошные пятерки это самый насыщенный трек вообще за весь альбом был. Ну, опять же, заглавка, и я не из тех людей, кто просто приписывается к большинству и говорит, что заглавка всегда самая лучшая. Нет, но в данной ситуации здесь огромное количество было инструментов, невероятное количество разнообразия вокала, и в целом, ну, это балдежная песня. Потом, наверное, Seven идет, и какая же еще композиция? И Please Don't Change. Думаю, вот это если троечку, вот три лидера в этом альбоме лично для меня. Хотя все песни по-своему хороши. В целом, была проделана гигантская колоссальная работа. Я думаю, альбом писался год, может быть больше, может быть меньше. Но явно нервов на него потрачено было огромное количество. Про деньги мы даже не говорим. Понятно, что услуги таких специалистов, как DJ Snake, они стоят определенных денег, достаточно больших. Но, тем не менее, получились отличные коллаборации, и сольно получилось здорово. И Чунгук, в принципе, достаточно разнообразный артист. Ну, я бы сказал, такой универсал. Разве что он не может в очень низкие ноты. Но все мы не идеальны, в конце концов. И для низких нот есть отдельные товарищи, как, например, Техен. Но про него как-нибудь в другой раз, если вдруг кто-то закажет его альбом на обзор. Ну, мало ли. Просто я думаю, что если уже заказывать будут альбом, это чаще всего BTS. Может быть, это был единственный раз, когда такое произошло. Я не знаю. Я даже не знаю, как вообще этот ролик зашел или нет. Потому что в текущий момент я его записываю. Я еще его не смонтировал, то есть пока я говорю. Но альбом оставил определенные впечатления. И я думаю, послушаю еще разок-другой. Просто за кадром для себя, уже без всякой аналитики, рассуждений. Просто сесть, надеть наушники и насладиться. Ну и в завершение скажу, что все-таки считаю, что Standing Next To You это на данный момент у сольного артиста по имени Чонгук из BTS. Это самая мощная песня, которая есть. Да, есть еще, конечно, Dreamers, но это немножко другое. Там все-таки для Чемпионата мира по футболу, хотя тоже хорошее. В общем, Standing Next To You хороша. Альбом Golden действительно заслуживает свое название. И я от этого армии не стал, как видите. Но тем не менее проникся. Такие дела. Все ссылки были на экране. Подписывайтесь, вступайте. Если хотите что-то заказать, то ссылка в описании. Инструкция там касаемо того, как заказать реакцию на клип или на альбом тоже есть. Ну, с альбомом понятно, что умножается на количество песен базовая цена. С вами, как обычно, был Максим. И я не говорю вам проща, я говорю до новых встреч. Пока. Пока.